бадуанзинь как говорится в каждом монастыре свой бадуанзинь один из бадуанзинь мне очень хорошо помог бадуанзинь я впервые выучил школе шаолиньсу цюань а потом познакомился версии школы богомола точно такая же сам распространенный вот по нему есть истинные свидетельства ему около 400 лет старая школа прикольно другими версиями ознакомился позже школе мастерства совершенствования восьми программами от людей она его ученик лягун чем приезжал время в москву и привез эту версию еще шиен бим показывал свою много-много версий есть очень интересная версия боевого бадуанзиня военного бадуанзиня жесткая вот зиган собственно говоря это одна из ну как бы сказать разновидностей наигуна или цигуна которая относится к этой большой семье все цигуна они их можно разделить на пускать как эволюция проходит данные такие большие ветки вот этот комплекс относится как раз восьми отрезом парче вот почему 8 но связано с 8 программами конечно же 8 программ связаны с 9 звездами это такие все специфические науки которые в общем-то нам не интересны но мне интересно если кому-то интересно можно будет где-то узнать в общем-то вся информация сейчас есть в интернете почему мне интересно потому что легкий простой не требует много времени не требует места не требует этой экипировки а эффект от не очень хороший я как врач проводил занятия качестве использовка получил очень хорошие результаты просто даже отличные результаты иногда в качестве монотерапии его использовал в лес как бы разговоров может быть много если что-нибудь потом я еще расскажу а сейчас практика все-таки у нас время запись будет этого занятия я дополнительно запасная камера стоит к сожалению случаются такие эффекты когда занимаешься такими практиками электроника начинает сборить вот это в моем случае причем это не связано не с эмоциональными всплесками просто вся электроника начинает включить особенно это этому подвержена техника и вот момент такой то что называется техники безопасности если вы занимаетесь регулярно не факт что у вас такое будет кстати но все таки от электронных девайсов держитесь подальше если они вам дороги у меня много сгорело ну что делать сын не всегда контролируешь такие вещи чувствительная техника начинает сдавать погибло много электронных меня за время практики что делать так что вот так вот так начинаем мы разобрали первое упражнение второе третье четвертое сегодня по планам разбирать но если кто-то записи нет или что-то еще вы не переживайте мы циклом пройдем и каждый раз будем разбирать какое-то одно упражнение выполнять комплекс и разбирать слегка а я думаю что так будет лучше потому что на семинарах вот мы изучаем его там 10 занятий не все успевают изучить а месяц когда мы каждый день кто как может присоединяется выбираем одно упражнение вы его правильно сделали приучаетесь и так думаю будет лучше чтобы запомнили и так самое главное у нас и принцип основные основные принципы это человек является проводником воли небо на земле и собственно говоря вместе с нашим умом мы выстраиваем нашу энергию нашу путь вот наш тушканчик драгоценный мы его выстраиваем я не слишком хороший образец достаточно сутулый но начал управляться давненько раньше все было вообще плохо бай хуй смотрит вверх хуй смотрит вниз представляем что сверху проходит как столб какой-то свет который пронизывает нас человек небо земля мы выстраиваем свой драгоценный тушканчик чтобы вес равномерно распределялся на обе стопы не больше на носках не больше на пятках не больше на ребрах ступней именно по всей стопе казалось бы вроде просто они так просто носки на одной линии стопы параллельны вот мы начинаем как фундамент дома выстраиваем выстраиваем свой драгоценный тушканчик таз подобрали промежность подтянута контролируем напротив клубка позвонок выдавили мин мы открыли заставу подмышки пустые голова подвешена взгляд параллельно глаза полу прикрыт язык за зубами точки тяньха он тянь и поехали первое упражнение нести пользу прямым обогревателем дыхание произвольно дыхание они 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 и и и Продолжение следует... 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 Спасибо. 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 у нас полчаса ушло. Больше на это занять это и не надо. А если не разговаривать, а делать чувствительное дыхание, все равно занимает 25-30 минут. Продолжим потом. Чистительные я разобрал. Они не входят в этот комплекс. Это уже то, что называется дополнение. Они сами по себе являются достаточно мощным яншеном. Мы будем с ними делать тоже в том числе. Но можно даже их как-то. Я сейчас позанимался сущностно, очень коротко, сжатая форма полчаса. А так можно подольше, поплавнее поделать. И по поводу ритма вы выполняете его так, как вам это нравится. Можно делать побыстрее, можно делать помедленнее. Здесь он не связан с дыханием. И это хорошо. Шабадаванзинь, который его другое преподавал много лет, очень хороший комплекс, там все завязано на дыхании с ритмом. Если кому-то интересно, можем его изучить. Ну, классический, очень известный. В интернете его полно. Правда, к сожалению, по интернету его не выучишь. Вот так вот. Есть нюансы. Если не объяснили, не так это просто. Вот такая вот история. Ну, всем спасибо, кто смотрит онлайн, тем, кто будет смотреть записи тоже. Уроки я еще сделаю, пока вот здесь вот красивое место, садик, дождики все закончились, и хорошо. Разберем каждое упражнение, будет выложено. Но регулярность важна. Если вы занимаетесь, то подключайтесь хотя бы два раза в неделю, ну или три. Я буду заниматься с понедельника по пятницу, каждый день утром. На этой волне можно легко зацепиться. Через три недели у вас возникает привычка к регулярным занятиям, потому что здесь вот регулярность важна. Даже если вы делаете какие-то ошибки, это не важно, это все нормально. Я вот полгода делал ошибки, пока изучал этот комплекс, это нормально. Это обычная история. Как мы письмо учимся, сначала пишем коряво с ошибками, а потом уже автоматически. Здесь то же самое. И эффекты возникают, ну, где-то через полгода заняться. Быстрого эффекта не ждите. Но зато и затрат-то немного, ну что там, полчаса, а руками-то не хватит. Все отлично. Под музыку еще хорошо. Вот. Вот такая вот история. Эффектов очень много, конечно. Я себя избавил от хронической болезни, которая никак не лечилась. Несколько моих пациентов избавились вообще только занимаясь этим, не будем, болячки. Вот. И почему я его рекомендую? Потому что часто бывает, что лекарства китайские не очень хорошо и быстро работают, то ли лекарства не очень, то ли у пациентов состояние сложное, иголками не достать на расстоянии. Если человек занимается регулярно, на него и лекарства действуют лучше, и быстрее, и иголки. Вообще экономия получает. Вот. А если ну хорошо заниматься, то и не нужны будут ни лекарства, ни иголки. Поправить всегда и придут в порядке. Ну, такая вот история. Всем спасибо. Пока-пока. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok